Ну что ж, коллеги, тогда продолжаем. Я так понимаю, здесь... Ну, я расскажу буквально там очень свежие оценки, некоторые, которые я получил буквально за последние где-то полтора месяца, может быть. Я хотел что-то конкретное рассказать, почему-то не хотел рассказывать про нервитовые свои исследования, которыми я занимаюсь в последнее время. И вот что у меня получилось. Я сначала расскажу некоторую, дам некоторую известную информацию про топологические изоляторы, про краевые состояния, затем перейду к своей новой информации. Топологические изоляторы это материалы, которые имеют щелевые объемные состояния, бесщелевые киральные поверхностные состояния. В отличие от обычных, нормальных изоляторов, которые не имеют поверхностных состояния кирами. Киральные, вот эти патологические краевые состояния, с точки зрения теории, это есть так называемые решения с нулевой энергией, локализованные вблизи границ. И основные свойства топологических изоляторов могут быть поняты с помощью дираковского гаментоняна, в который еще нужно включить некоторые квадратичные члены. И можно показать, что в данном конкретном случае можно показать, что если M на B, ну вот эти коэффициенты масса и коэффициент B отрицательны, вот если это произведение отрицательно, то спектр не инвертированный и краевые состояния просто зануляются. А если это произведение положительно, то спектр становится инвертированным и возникают краевые состояния. Ну, общий рецепт состоит в том, чтобы спектр был инвертированным, объемный спектр. Вот. Ну, для топологических изоляторов используется вот такой трехмерный гаментонян, который вполне позволяет описать все необходимые свойства. Ну, краевые состояния можно получить из объемного гаментоняна, проецируя его на эти краевые состояния. То есть, можно эффективно гаментонян, краевое состояние получить, проецируя объемный трехмерный гаментонян на эти состояния. И можно показать, что эти состояния, но эти моды, они киральные, обладают линейным спектром и локализованы, естественно, вблизи граниты. Ну, в реальных кристаллах инвертированный спектр можно получить за счет сильной спин-орбиты. Вот здесь показано несколько примеров, когда зоны меняются не сами, за счет сильной спин-орбиты и возникает так называемый инвертированный спектр, или еще называют, такие системы еще называют системами с отрицательной запрещенной зоной. Справа показаны некоторые конкретные значения так называемой топологической массы, то есть вот этой отрицательной запрещенной зоны в конкретных материалах. Краевые состояния для конечных топологических изоляторов рассматривались в ряде работ. По-видимому, вот эти три работы, они были первые, где подробно рассматривалась задача нахождения таких краевых состояний. Но вот для простейшего гамильтоняна, который я приводил, краевые состояния имеют вот такой вид. И основная идея нашей работы, она основана на том, что краевые состояния на самом деле имеют конечную глубину проникновения, не нулевую глубину проникновения, вот эта величина кси, есть глубина проникновения краевых состояний, и она достаточно хорошо оценивается с помощью вот такой простой формулы, которая получена, в частности, вот в этих работах. Вот справа показана глубина проникновения краевых состояний, и приведены некоторые оценки для конкретных материалов. Эта глубина проникновения обратно пропорциональна топологической массе. Итак, на данном этапе надо запомнить, что есть краевые состояния, которые возникают, когда масса топологическая отрицательная, и эти краевые состояния имеют конечную глубину проникновения, которая зависит от величины этой топологической массы. Если топологическая масса стремится к нулю, то глубина проникновения идет в бесконечность, то есть краевые состояния просто становятся объемными. И когда М равно нулю, у нас топологический изолятор переходит в состояние дираковского полуметалла. Вот этот рисунок показывает качественную зависимость глубины проникновения краевых состояний от топологической массы. Исследуется в данной работе многослойная структура из топологических изоляторов, структура, которая состоит из пленок топологических и обычных изоляторов. И для исследования используется очень широко используемая сегодня модель, так называемая модель Буркова-Балента. В этой модели, эта модель основана на включении между краевыми состояниями пленок топологических изоляторов, на включении туннелирования между краевыми состояниями. При этом возникают, ну вот гамильтонян модели Буркова-Балента, при этом возникают два туннельных параметра. Один туннельный параметр дельта-С, который отвечает за туннелирование между краевыми состояниями внутри одной пленки топологического изолятора. И дельта-Д, который отвечает за туннелирование между краевыми состояниями соседних пленок топологического изолятора. И вот в такой системе, в зависимости от соотношения между дельта-Д и дельта-С, такая система может быть топологическим изолятором, обычным изолятором, а если еще включить Зеймановское расшипление, то в этой системе возникает фаза Вейлевского полуметалла и фаза квантового аномального полуэффекта. И данная модель является наиболее эффективной и широко применяемой моделью исследования Вейлевских термионов. Основной вопрос, который ставился в рамках данной работы, что произойдет, как влияет немагнитный беспорядок на электронные состояния вот такой многослойной структуры. Я расскажу про некоторые важные работы, где исследовалось влияние немагнитного беспорядка на состояние топологического изолятора. Наиболее важным следствием наличия беспорядка является так называемая топологическая эндерсоновская фаза. Вот что происходит. Если взять материал, изолятор в обычной тривиальной фазе, когда нет поверхностных состояний и когда энергия в терме находится в зоне проводимости, и добавлять немагнитный беспорядок, то проводимость его будет уменьшаться вплоть до нуля. Вот при некотором значении беспорядка, концентрации беспорядка или потенциала примесей, проводимость зануляется. В этой точке происходит так называемый эндерсоновский переход, и все состояния оказываются локализованными. Но если дальше продолжать добавлять беспорядок, то есть увеличивать, либо увеличивать потенциал беспорядка, либо увеличивать их концентрацию, то возникает проводимость и возникает холловское плато. Это в двумерии, вот это плато в трехмерии. И вот в этом интервале состояние данной системы, которое было обычным изолятором, называется топологическим альдерсоновским изолятором. То есть возникновение такого холловского плато можно объяснить только с помощью, предположив, что возникают краевые состояния. То есть получается так, что в обычном изоляторе немагнитный беспорядок приводит к тому, что появляются краевые гиральные состояния. Теория была придумана вот в этой работе. Качественно суть эффекта состоит в том, что у нас беспорядок создает некие сильно локализованные состояния в пространстве и времени, а в Дираковский гамильтонян вот с таким квадратичным членом, действуя на эти состояния экспоненциально локализованные, добавляют некую отрицательную добавку к массе. И топологическая масса, которая была исходна в чистом материале, положительной, и в этом материале отсутствовали краевые состояния, за счет беспорядка она может быть, она перенормируется и вплоть до того, что меняет знак. И изменение знака топологической массы означает появление краевых состояний, и такое состояние называется топологическим индустерновским изолятором. Для нас важно, что не магнитный беспорядок в топологическом изоляторе меняет эту самую топологическую массу, и вот в этих работах использовалось, чтобы посчитать соответствующие поправки, использовалось приближение, так называемое бордновское приближение. Мы использовали немножко более аккуратно, это не особо важно, но просуммировали весь такой однопримесный ряд диаграммный, получили более аккуратные выражения для собственной части, собственной энергии. И для нас важно, что масса зависит от беспорядка. И если теперь мы вспомним, что глубина проникновения краевых состояний определяется топологической массой, то становится понятным, что глубина проникновения становится функцией беспорядка. То есть беспорядок определяет глубину проникновения краевых состояний. И наша основная идея состоит в том, что беспорядок приводит к перенормировке глубины проникновения краевых состояний, а соответственно и туннелирование между ними. Потому что если меняется глубина проникновения краевых состояний в топологическом изоляторе, значит меняется эффективное расстояние между ними, соответственно между ними туннелирование меняется. Ну соответственно меняется вот этот параметр дельта S. В данной работе мы пренебрегаем изменением параметра дельта D. И мы записываем обобщенный гамильтаньян Буркова-Балента, который содержит уже перенормированные туннельные параметры, перенормированные за счет беспорядков. Ну так как в такой многослойной структуре фаза, общая фаза такой структуры полностью определяется соотношением между туннельными параметрами, то перенормировка этих туннельных параметров за счет беспорядка, соответственно, должна привести к изменениям, к каким-то фазовым переходам. Здесь наверху показан фазовый переход в случае, когда зеймановское расшипление отсутствует. Вот мы в чистом состоянии, наша многослойная система была топологическим изолятором, добавляем беспорядок, увеличиваем потенциал примесей и при некотором значении примесей туннельные параметры, ну, соотношение между туннельными параметрами меняется. Меняется вот так называемый топологический индекс full кейна, если не ошибаюсь, вот Z2 топологический индекс, и система переходит в нормальное состояние. Если включить зеймановское расшипление, вот здесь слева показана фазовая диаграмма для слабого зеймановского расшипления, когда дельта Z меньше, чем дельта D. Справа показана ситуация, когда зеймановское расшипление сильное. Тоже беспорядок приводит к тому, что меняются фазы. Ну, вот справа я привел энергетические спектры, спектры многослойной структуры для различных соотношений между туннельными параметрами и зеймановским расшиплением, из которых ясно, почему появляются те или иные фазы. Вот здесь, например, вилевский полуметалл, а здесь планковый аномальный пол. Таким образом, беспорядок может стать причиной того, что многослойная структура будет оказываться в той или иной фазе топологической. И, наконец, интересно рассмотреть случай, когда в разных слоях у нас разная концентрация примесей, и, соответственно, возникает ситуация, когда в разных слоях разный параметр туннелирования. В общем случае можно сказать, что в параметрах туннелирования есть некая случайная функция номера слоя, которую мы можем записать как сумму регулярной части плюс фуктуацию, которая является некой случайной функцией. И тогда гамильтанян наш получает вот такую добавку, добавку в виде возмущения, малого возмущения, которое представляет собой возмущение туннельной части гамильтаняна. То есть мы в каком-то смысле получаем гамильтанян типа Андерсона, но в стандартном гамильтаняне Андерсона у нас случайной величиной является энергия на узлах, а здесь случайной величиной являются прыжки. Случайными величинами являются практически прыжки. Такие системы рассматривались и в таких системах в некоторых ситуациях даже возникает андерсоновская локализация. Это вот следующее продолжение данной работы. А пока мы показали, что это дополнительные фуктуации, дополнительно перенормирует наш гамильтанян. Мы посчитали собственную энергетическую часть. Ну и последний слайд, на котором некоторая приведена информация о моей работе в центре Абрикосова и некоторые задачи на будущее и ближайшее и некие выводы по данной конкретной работе. Спасибо. Спасибо. У меня, может быть, есть сразу вопрос, если можно. Я привык, что когда используется, не знаю, что-то типа согласованного уборного приближения, или даже если считается, что примеси сильные, ну и вот, видимо, эта процедура просто позволяет заменить там матричный элемент рассеяния на примеси на амплитуду рассеяния, все это все равно хорошо работает, только если все эти поправки маленькие. А просто анализируя собственную энергетическую часть, невозможно понять, система будет находиться в металлическом состоянии или в состоянии изолятора. Ну вот здесь тоже казалось бы, что вы делаете расчет, вы получили, что у вас за счет беспорядка появилась собственная энергетическая часть, немножко перенормировалась, может быть, даже масса или там губинат аннулирования, но все эти поправки вроде, они как бы по определению, потому как построенные теории должны быть малыми. Как вы делаете вывод по тому, что у вас, например, система переключается из нормального состояния в топологическом или наоборот? Ну, смотрите, я использую практически тот же самый подход, который был использован в этих работах. Это все зависит от того, какие были исходны параметры у нулевого гамильтоняна. Ну, хорошо, я тогда обострю вопрос. Вот в ваших формулах или вот тех формул, которые вы цитируете. Второй член может быть больше первого? Вот этот? Нет, вот ниже, там где написано M с чертой равной. А, да, может быть, да. Какой критерий применимости того, что вы делаете? Критерий, что M без черты маленький. Хорошо, а параметр, по которому вы пользуетесь усреднением по примесям? Вот я хотел бы понять, есть два параметра. Есть параметр силы примеси, который контролирует бордовское приближение на данные примеси. Есть параметр концентрации примеси. Нет, в данном случае используется андерсоновский трюк. Не подход лившица. А здесь просто усредняются примеси по некоторому интервалу. Вот ширина этого интервала, это и есть этот U0. И что, эта теория, она как бы такая непертурбативная. Я могу что, любую силу примесей взять? Вот, представьте, я возьму не двухзонную модель, где знак массы, впрочем, может меняться, а просто обычную однозонную модель с параболическим спектром. Напихаю туда много примесей, посчитаю его в втором порядке сильным. В какой-то момент она у меня знак поменяет. И что это имеет под физическим смысл? Смотрите, если, подождите, если гамильтонян дираковский, только тогда имеет смысл говорить про, ну, ну да, а почему? Я беру, просто беру неупорядоченный кристалл. В параболической дисперсии. То же самое, я вычисляю, собственно, энергетическую часть, связанную с растением электронных на примесях. Пусть, пожалуйста, примеси сильные, я должен от каждой примеси найти точно растение, а потом каким-то образом вычислить собственную энергию электронных. И, например, пусть у меня там тоже вдруг при каких-то параметрах, значит, эта поправка стала столь большой, чтобы вот эффективная масса поменяла знак. Это не столь большой, это все зависит от исходной массы. То есть, если исходная масса, она большая, то, естественно, там надо увеличивать этот у настолько сильно, что эта теория перестает работать. Какой здесь формальный критерий применимости теории? Вот можно его увидеть на языке букв У, концентрации и примеси, ну и, пожалуйста, вот масса. Ну, критерии точно не входит в масса. Критерии просто сама теория, она будет работать, она работает только для малых масс. Чистая система. То есть, все остальное тут стандарт. Ну, я не знаю, я сейчас, наверное, не очень понимаю, но мне кажется, что это очень подозрительно. Критерий он должен содержать, ну, я так думал, какую-то малость У или какую-то малость, я не знаю. Ну, вот, я не знаю, я как бы использовал то, что я делал в этих работах, вот в этих трех работах. Я подозреваю, что это D-Infinity какой-то лимит, что она, один раз рассеявшись, забыла, куда рассеется. Ну, хорошо, ладно. Я просто предлагаю, что Дагладчик это может нам объяснить. Хорошо, спасибо. Другие вопросы, пожалуйста. У меня есть вопрос. Сейчас, если можно, Миша, тут вопросы с зала, а потом вас. Да-да, конечно, я подожду. Хорошо. Я хотел бы спросить, а вот на эксперименте есть эти многослойные топологические изоляторы? Что там, например? Есть, даже, по-моему, есть. Я не могу сказать сейчас сходу конкретно, какие группы занимаются. Но даже в России, по-моему, занимаются. В Новосибирске группа Квона как раз занимается многослойными логическими изоляторами. Туннелирование включается в теорию, чтобы разработать теорию многослойной структуры. Насколько я понимаю, это стандартно. У меня пока нет связи с элементом. У меня конкретно нет пока. Это только что начатое... Так, Михаил Портной. Да. У меня вопрос как раз про тоннелирование. Ну, предположим... Я по-русски спрашиваю. Предположим, у вас не сверхрешетка, а одна полоска этого топологического изолятора. Да? Да. И она не очень... Она узкая. У вас есть тоннелирование. Значит, и она абсолютно симметрична. Значит, у вас были два состояния бесщелевых на краю. Я по правилам квантовой механики должен собрать из них симметричное, антисимметричное состояние. У вас есть вот этот параметр проникновения, зависящий от топологической массы. У вас есть, вообще говоря, расщепление. Щель возникнет на краях между такими состояниями. И два состояния возникнут. Симметричное, антисимметричное. Вот вы изучили литературу всех этих авторов со случайными, бесслучайных, с решетками. Кто-нибудь рассматривал открытие щели из-за толщины топологического изолятора и, например, переходы между этим симметричным на антисимметричным состоянием к дипонии? Ну, я знаю, что щель открывается из-за размерного квантования. Вот что вы имеете в виду? Из-за вашего теннилирования открывается. А вот за счет... Ну, если у вас есть два состояния... Ну, как же? Если у вас есть двойная квантовая яма. Вы чем-нибудь по квантовой механике? У вас откроются две одинаковые ямы. Откроется щель. Что значит? Ну, размерное квантование или тоннелирование – это одно и то же. Если барьер конечный, откроется щель, зависящая от смешины этого барьера. Какая разница? Размерное квантование – это и есть. Я вам и говорю, что у вас толщина конечной полоски. Кто-нибудь рассматривал переход через эту щель? Кроме той работы про SSH-цепочку, которую я вам послал, а вы ее, очевидно, не прочитали. Рассматривали. Рассматривали? Ну, вот интересно было бы. Я думаю, что вы все прочли. Я рассматриваю. Я на одну ссылку тебе прислала. Пришли, пожалуйста. Ну, мне кажется, что есть хорошо изученный ассетский аналог. Если у вас есть ассетическая среда, то будут преломления, которые, скажем, взяты между двумя средами, все будут преломления. Вот это оно, собственно, и есть. Будут тоже две моды, черное и не черное, как если вы говорили, что это очень известная задача, которая там включается. Я про это и говорю, что, может быть, до того, как переходить к сверхрешеткам, Заур мог бы рассмотреть конечную одну пластинку с флактуирующей, например, толщиной. И увидеть какие-то проколы. Или как этот эффект связан с толщиной одной пластинки. Зачем делать уже сверхрешетку, если хорошо бы понять, что происходит в гораздо более простой системе. К этому я и ввел свой вопрос. Этот вопрос, да, это интересный вопрос. Я недавно как раз что-то подобное собирался сделать, то есть рассмотреть. Фактически задача такая, что есть топологический изолятор, у которого масса является случайной функцией координаты, да? Да, вот она и есть, например. Вы не можете вырастить. Лившица по неупорядоченным системам есть такая задача, рассмотрена, буквально рассмотрен Гаментонян-Дирака с щелью, которая является случайной функцией координаты пространственной. И показано, что, это, по-моему, работа Овчинникова, показано, что при сколь угодно малых флуктуациях щели возникает какая-то ситуация, когда, во-первых, в центре щели возникают особенности, плотность в состоянии, во-вторых, щель вообще может схлопнуться. Вот непонятно, от чего она может схлопнуться. Я не разобрался, да. Да. Это, конечно, интересно. Да. У вас вопрос? Да, у меня есть вопрос. Точнее, даже одно замечание и один то ли вопрос, то ли замечание. Первое замечание состоит в том, что, вообще говоря, модель со случайными прыжками называется моделью Лившица. И она довольно хорошо в литературе описана, например, в книжке Форсишковского. А второе, на мой взгляд, более серьезное, стоит в том, что на самом деле в реальных системах, в которых электроны взаимодействуют друг с другом, там вблизи и перехода Андерсона, когда появляются локализованные состояния, то из-за Хаббарда, из-за хаббардского отталкивания на одном локализованном состоянии, оно может быть однократно заполненным, и в результате возникает магнитный беспорядок. И мне кажется, что, вообще говоря, ну, следующий шаг вот к рассмотрению, ну, вот для рассмотрения реальных систем, нужно учесть кулоны, иначе это все становится более-менее академическим, если электронный взаимодействующий. Ну, многочастичные эффекты пока не... Нет, просто я хочу сказать, что тут есть вполне конкретный, я могу тоже прислать статью, конкретная вещь, состоящая в том, что возникает концентрация, конечная концентрация магнитных примесей, которая с этим всем борется, и то, что происходит, по-видимому, это просто длина локализации у этого самого краевого состояния, оно немножко побольше, чем в объеме. Хорошо, спасибо. Такой фантазийный вопрос. А вот если настоящий дирковский гамильтониан взять в смысл уравнение дирков для электронов и позитронов, и вообразить какой-то такой очень сильный случайный потенциал, вот это вот все тоже будет, может возникнуть отрицательная масса? В настоящем дирковском гамильтониане нет квадратичного члена. Вот эти эффекты, они возникают за счет квадратичного члена, добавки, да, да, вот как здесь. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Я больше вопросов не вижу, давайте поблагодарим докладчиков. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.